Серия Z была запущена еще в 1969 году. Наследие этого авто продолжает жить уже в седьмом поколении. Новая модель совмещает в себе аутентичность олдскульного автомобиля с элементами современности. Внешний вид выполнен в дизайне классического заднеприводного спортивного авто с удлиненным капотом и широким верхом, что отдает дань уважения первому поколению. Этот ретро-шедевр оснащен светодиодными LED-фарами, напоминающими два полукруга, расположенные один над другим. Словно унаследованные от модели Fairlady 240ZG, они гармонично вписываются в структуру дизайна Z. Новые задние 3D LED-светодиодные фары и задние габаритные огни отлично сочетают в себе современные технологии с эстетикой модели Z32-300ZX. Под капотом двухместного автомобиля расположен такой же 3-литровый V6 двигатель с двойным турбонаддувом, что и на Infiniti Q60, позволяющий развивать 400 лошадиных сил. Теперь его мощность возросла на 68 лошадок, а крутящий момент увеличился на 30%, что обеспечивает быстрый и плавный разгон. В салоне вы увидите винтажный интерьер, разбавленный современными нотками. Внутри размещены 12,3-дюймовый приборный монитор, выполненный в гоночном стиле, спортивные кожаные сиденья и аудиосистема BOSS с 8 динамиками. Для поклонников Z предлагается два варианта, как с шестиступенчатой механической коробкой передач и высокопроизводительным сцеплением, так и с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и алюминиевыми подрулевыми переключателями. Автоматическая коробка имеет два режима, стандартный и спортивный. Новая модель производится в трех одноцветных и шести двухцветных вариациях кузова. Новый Z2023 доступен в спорт и перформанс комплектациях, а также в лимитированной серии Protospec. Nissan выпустит только 240 экземпляров Protospec, как дань уважения модели, с которой все началось. Компания пока не объявляла цену, но мы ожидаем, что она будет начинаться с приблизительно 40 тысяч долларов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...